Четыре воспитанника преподавателя Барнаульского музыкального училища Олега Абрина взяли три первых места и два гран-при. Это абсолютный рекорд на межрегиональном открытом конкурсе юных скрипачей и виолончелистов имени Вильгельма Шпетта. В нем принимали участие более 50 юных музыкантов из 13 городов России и Казахстана. Одной из них стала скрипачка из Новосибирска, 16-летняя Ева Браун, ученица местного колледжа искусств, играет почти всю жизнь на своем музыкальном инструменте. И о том, как за ним ухаживать, она рассказала нашему корреспонденту Светлане Еловнаровой. Вот видишь, пишу, крупнее, да? Вот когда сюда идешь. Меня дали на скрипку и сначала, естественно, не то, чтобы мне сразу дали инструмент, поставили, все, играй. Сначала мы на карандаше, меня педагог учила, как правую руку ставить, как водить смычок. Потом дали скрипку маленькую. В школах музыкальных есть скрипки, они выдаются, ну, на пользование, потому что нет смысла покупать, когда дети растут. Вот. А потом, когда мы уже вырастаем, тогда стоит проблема купить целую скрипку. Чем старше скрипка, тем тембристей, возможно, она становится и окраска по-другому звучит. Чем старше скрипка, наоборот, тем она дороже. Какие-то мастеровые, очень известные скрипки, они там не по миллиону доходят, а, ну, такие скрипки, на которых мы играем, в общем, все, ну, тысяч сто, сто пятьдесят. Они покрываются лаком, защита дерева от рассыхания. Проблема, которая возникает практически каждые полгода, это покупка новых струн. Они достаточно дорогие и быстро изнашиваются. За день до конкурса у меня рвались струны. Новые ставила, быстро разыгрывала, да. Сама ставишь? Ну да, и мне педагог помогает. Если вот она почувствует этот вкус, да, и раскрывается тогда на полную картошку, это тогда вот самое, наверное, главное, потому что выучат программу все. А кто вот интереснее сыграет, вот это на конкурсе, наверное, самое важное. Я участвовала в юношеском конкурсе имени Чайковского, который проходил у нас в Новосибирске. Я посмотрела, какие программы играют в разных странах, потому что было много участников, много вариантов исполнения различных программ, ту программу, которую я играла. Я взяла эти варианты, посмотрела, как лучше, как мне удобно. Также еще манера держаться на сцене у некоторых участников я тоже слушала и примечала различные тонкости. Достаточно ритмично сегодня, кстати, было. Для меня это профессия, прежде всего, будущее, над которой постоянно надо работать.